Темпы роста развивающихся государств снизились до показателей 2009 года. Что послужило тому причиной? Мы сегодня общаемся с Эриком Найманом из Capital Times. Темпы развития развивающихся стран опустились до уровня 2009 года, фактически на 6 лет откат пошел такой. Что послужило причиной для этого процесса? Ключевая проблема – сырьевые товары. Цикл роста цен сырьевых товаров развернулся, падают практически все товары в цене, и нефть, и металлы, и зерновые. А развивающиеся страны традиционно зарабатывали деньги именно на сырьевых активах. А укрепление доллара, оно отыграло тоже свою роль в этом процессе? Укрепление доллара как раз стало таким, скорее, обратным уже следствием. Инвесторы, увидев неэффективность вложения денег в развивающиеся страны, начали забирать свои капиталы назад, и что спровоцировало давление на валюты развивающихся стран, эти валюты начали дешеветь. Равнозначно ли для всех развивающихся стран было влияние доллара и сырья? Разница в структуре экономики. Чем больше сырьевая направленность экономики, чем больше доля сырья ВВП, тем больше проблем у страны. Это было показательно видно на примере Бразилии, России. Меньшие проблемы у Китая, потому что для них они не только сырьевые производители, но и потребители сырья, поэтому для них падение цен на сырье не проблема. Для Турции тоже в меньшей степени, для Мексики, Южной Кореи, хотя Южная Корея, она так балансирует, она ее кто-то уже называет даже развитой страной. Но тем не менее, страны, которые не только выбрасывают, то есть не чистые экспортеры сырья, но у которых платежный баланс, торговый баланс сбалансирован по сырьевым активам, для них особо проблем не было. Еще один элемент, как отличает плохую и хорошую страну, это институциональные какие-то проблемы. Либо они есть, то есть проблема с защитой прав инвесторов, проблема с судами, проблема с политической системой. Если такие проблемы есть, то инвесторы тоже стараются избегать подобные страны. И там спекулятивный очень капитал, который очень чувствителен к поведению цен на сырьевые какие-то активы, ну даже на какую-то психологическую составляющую. В позитиве и среди положительных примеров стран, которых считается хорошая институциональная составляющая, это Мексика и Южная Корея. Такие образцы развивающиеся страны. Похож ли этот кризис для развивающихся стран на предыдущий кризис, восьмой-девятый год? Либо факторы все-таки отличаются, и, соответственно, выход из кризиса будет более долгосрочный? Факторы совершенно разные, потому что тогда у нас был бум, то есть сначала был взлет, и это был кризис перепроизводства, кризис перегрева. Рынки быстро упали и также быстро начали восстанавливаться. Сейчас это глубокие системные проблемы. Происходит революционное изменение структуры экономики. Глобальная экономика, мировая экономика начала меняться. Причем это изменения не какого-то там верхнего порядка, это глубинные фундаментальные изменения. И развивающиеся страны, ну, пример такой можно провести, как страна, компания, которая зарабатывает на производстве линеек логарифмических, а на смену уже пришли калькуляторы. Понятно, что логарифмические линейки уже не нужны, компания обанкротится. Вот примерно подобное происходит с развивающимися странами. Их производства отсталые, неэффективные, малотехнологичные. Они не производят то, что нужно современному миру. А если производят, то скорее на заказ, как Китай, свои разработки, хотя у них есть уже, и они становятся опасными технологическими конкурентами. Но поэтому же они и сильные. А Россия ничего нового, например, не создала, кроме как добывать нефть, причем на устаревших технологиях, даже НПЗ устаревшие. Для них, конечно же, они могут повторить судьбу компании-производителя логарифмических линеек. По Вашему мнению, выход из этого кризиса может затянуться на десятилетия, получается, если необходимо полностью перестраивать экономику на более технологически и инновационно развитую? Тут многое зависит, конечно же, и от политических моментов, от желания элит менять, потому что что такое инновационная технологическая экономика? Возможно ли она в условиях отсутствия конкуренции? Конкуренции в судебной системе, конкуренции в налоговой системе. То есть чем характеризуется рыночная, свободная рыночная экономика? Где права у всех одинаковые, где государство контролирует соблюдениями прав и создает конкурентную и поддерживает конкурентную среду, где суды принимают решения, исходя из законов, а не по какому-то желанию или праву? И вот тут, если страна хочет стать инновационной, прогрессивной, она должна построить конкурентную, свободную экономику, что несовместимо очень часто с закрытыми политическими режимами. Построить эту экономику удастся за счет средств, которые необходимо сейчас вернуть в те государства, насколько я понимаю, сколько, кроме того, что они теряют на удешевлении товаров, которые они добывали, они теряют на уходе капитала. То есть сейчас необходимо начинать, как вы сказали, изменение структурного для возвращения капитала, а уже следующим только этапом станет возобновление экономики и построение новой инновационной экономики. По большому счету да. Создание условий для инвесторов, чтобы они не хотели убежать из страны, и чтобы это не были инвесторы одного дня. Прибежали, заработали и убежали. А для долгосрочных инвесторов, которые приходят на 50, 100, 200 лет в страну, приходят, по сути, навсегда. Если этого не сделать, то страна превращается в даже не сырьевой предаток, а непонятное образование. То есть непонятно, зачем нужна такая страна мировой экономики. С учетом тех изменений, которые мы видим и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки, в частности, имеют в виду перетоки капитала, насколько реально развивающимся странам вернуть в краткосрочной перспективе хотя бы часть капитала, который от них ушел? Абсолютно реально, потому что мир наводнен ликвидностью. Денег очень много, гигантская величина. Никогда столько денег в экономике мировой не было. У нас по отрицательной процентной ставке в Европе, почти нулевые процентные ставки в США, в Японии, практически во всех развитых странах деньги ничего не стоят. И, конечно же, эти деньги ищут, куда быть инвестированными. Но любые капиталы сегодня будут инвестированы только в надежные юрисдикции. Где ты инвестируешь и веришь, что у тебя никто не отберет инвестированный тобой капитал. Сегодня это Мексика и Южная Корея, в первую очередь. Во втором эшелоне уже стоит Бразилия, но там уже есть вопросы. В третьем эшелоне Аргентина. Общее замедление развития развивающихся государств, темпов роста экономики, насколько оно может негативно повлиять в целом на мировую экономику? Может ли это привести к остановке росту мировой экономики? Нет, потому что потребление находится США и Европа. В первую очередь, две основные экономики, которые потребляют товары. Кризис-то возник. С одной стороны, кризис производства, но это всегда ответ на кризис потребления. Возможно, после того, как будет завершен цикл глобального движения кризиса от США, Европы, Китая, может быть, на какой-то новой волне мир войдет в новый цикл кризиса, новую фазу кризиса, которую уже будет невозможно побореть с заливанием ликвидности. Потому что что произошло? У вас был кризис ликвидности, кризис долгов, вы залили ликвидностью, опустили в полпроцентные ставки. Цепочка кризиса продолжилась, дошла до Китая, который последний, кто зальет мир ликвидностью. Реальный спрос, реальное потребление от этого не растет. Людям не нужно покупать каждую неделю телевизор. Не нужно покупать каждую неделю телефон. У любого потребления есть физический объем, не граничный. И вот в этой волне кризиса, когда уже много денег, а спроса нет, я думаю, что мир переживет период большой глобальной инфляции, как цунами. Когда ликвидность переставит цены на все активы. Почему снижаются темпы роста развивающихся государств? Как это может повлиять на мировую экономику? Мы сегодня общались с Эриком Найманом из Capital Times. Спасибо за ваше внимание. С вами был Александр Кулибаба специально для Dukascopy TV из Киева.